Ребят, всем привет! Вы на канале Иришка Днепр. Я собралась делать сырники, думаю, заодно сниму видео. А тут мама ходит, мне не мешает. Туда-сюда, туда-сюда. Мам, ты уже сегодня уедешь или не уедешь? Она куда-то там едет. А, на новую почту посылку получать едет. Так, а я решила приготовить сырнички и думаю, чтобы мне не было так скучно, заодно сниму видео. Рецепт у меня простой, наверное, так делают большинство людей, как и я, а может и по-другому, ну не знаю вообще. У меня идет пол кило творога, потом у меня идет две с половиной столовой ложки сахара, два яйца, 10 грамм ванилина, щепотка соли и у меня не обычная пшеничная мука, у меня рисовая мука. Три столовой ложки. Вот так вот. Сейчас буду делать сырнички. Вчера я купила творог на рынке, так захотелось не сырник, а все не приготовлю. У меня тут тем временем собаки сошли с ума или сходят с ума. Гляньте, гляньте, что они творят? Боже. Шанти, все, тишина. Затищи перед бурей. Да? Скоро будем купаться. Он уже грязный, как хрюшка. Скоро буду купать. Ну я ее купаю раз в неделю получается. Сегодня как раз неделя прошла. Можете видеть, я буду уже купать. Будет чистенькая. Буду делать вместе с вами, чтобы мне не было так скучно. Я вчера как начала, девочки, монтировать свои видео, которые мы ездили в кондитерский магазин, потом на этот, на озерку там, в Варусе были. Как начала монтировать его, смотрю, а я говорю, вместо карасиков карпик. Думаю, господи, Ира, что с тобой случилось, что ты не те слова выговариваешь вообще? Так, сюда убиваю пары яиц. Я даже тут, я вот вспомнила, вчера покупала, я купила тут не полкило у меня получилось, а немножко больше, потому что полкило от Варага стоит 65 гривен. Вот. Я ей сказала, давайте мне на 40 гривен. Ну она немножко больше там, не знаю, на сколько там, на 50 грамм больше может. Вот. Сейчас разминаю. Хотела в этом сделать, в мамином этом миксере планетарном, а потом решила, ладно, не буду я его уже марать, я так сделаю вручную. Давно я, кстати, ну и я, или мама давно мы не делали сырников, как-то вареники делали с творогом. Кстати, мне мама пообещала сделать. Может кто помнит, раньше на вокзалах продавали пирожки, там стояли женщины, на вокзалах продавали пирожки. Вот такие вот, вот такой длины, или высоты, то есть, ну длины, короче, такой длины, и кругленькие вот такие были. Боже, какие они были вкусные. И мы вчера с мамой сговорились, она мне говорит, а помнишь, раньше на вокзале продавали мороженое, вот. Потом пирожки продавали, стояли. Я говорю, помню, конечно, помню. Вот. И мне так захотелось, говорю, мам, ну это сделайте. Она говорит, ну я сделаю. Говорю, сделай мне, я люблю, знаете, с чем пирожки? С рисом и яйцом. Очень вкусные. Варится яйцо, потом оно режется кубиками, добавляется вареный отварной рис, делается зажарочка с лука. Девочки, это так вкусно! Это так вкусно! Знаете, как воспоминания из детства. Так, сахар все. Ванилин. У меня ванилин, не ванилин и сахар, а ванилин. Еще подка соли. Кстати, я не хочу эту соль, я хочу другую соль. Что-то я схватила обычную каменную соль. У меня есть гималайская, которая без камней. розовая такая. Щепоточку для вкуса. Да, так что у меня все-таки, знаете, нахлынули воспоминания из детства. Мы ехали все время с города и покупали пирожки на вокзале. Боже, какие они были вкусные, ребят. Это не то, что сейчас пекут. Знаете, сейчас пекут лишь что-то спечь. Поэтому мы сейчас вообще... Ну и раньше мы делали все домашнее, сейчас вдвойне делаем все домашнее. Потому что неизвестно, что... Как помните, я взяла... Я так приседаю, чтобы вы меня видели. Помните, я взяла как-то заварные в магазине? Какие неплохие были. Ужас. Получается, как бы внутри была белковая масса. А я люблю, чтобы заварное было с масляным кремом. Масло в случае он как-то взбивается и наполняется заварной. Вот как вкусное. А белковое-то... Это не то. Я говорю, делайте дороже, да? Не делайте заварное там по 10 гривен или... В том году они были по 6 и по 8, я помню. В этом году по 10, ну короче, гривен. Но не делайте вы их по 10 гривен, сделайте вы их по 15 гривен, так сделайте вы их с маслом. Ляточка, что ты там сзади меня делаешь? Так. Рисовая мука. Сейчас я немножко еще так крупинки поразбиваю. И будут вкусные сырнички. Обожаю сырники со сметаной. Так, надо чистую ложку взять. Муку девочки всегда просеиваю. Или через сито. Или у меня есть такое еще. Такое приспособление есть. Как кружка. И вот так вот делаю, что она просеивает муку. И вот так вот делаю, что она просеивает муку. Все. Рисовая мука чистая. Поэтому. А что я туда езжу? А ладно. Молодится. Все тщательно перемешивая. Потом я их обжарю на постном масле. И отправлю со сливочным маслом и со сметанкой в духовочку пропариться. Так, а еще и девочки знаете, что записалась на стрижку все-таки. Так что я в следующий вторник. Это у нас сегодня среда. Я в следующий вторник иду на стрижку. Все вот так вот хорошо перемешали. Сразу стало такое, знаете, густое-густое. Всегда раньше добавляла обычную пшеничную муку. Потом сестра меня научила рисовую добавлять. Сказала, что так полезнее и вкуснее. Так что кому-то на заметку покупайте. Я у нас в супермаркете от тебя вот такой вот купила. Так, сейчас я приготовлю сковороду. Какая вкусняшка. Так, девчонки, приготовлю сковороду сейчас. Я сейчас вам, девчонки, покажу лайфхак. Окунаю в стаканчик такой, в муку. Беру немножко творожка. Ну как, ложку. Кладу его на муку. Сверху тоже немножко присыпаю мукой. Накрываю этим стаканом. И получается вот такой сырничек. Видно? Только немножко его надо приплюснуть. Во. Теперь в муку и на сковородку. Вот такой сырничек получается. Жарю я их на постном масле. И как удобно, вы знаете. Класс! И они такие вот маленькие получаются. Вот такие вот получаются сырнички. Вот, у меня уже сковородка жарится. Смотрите, какая у меня получается красота. Ммм, аппетитненько такой видит. Класс! Сейчас буду складывать их в кастрюльку. Так, девочки, я кинула потом сливочное масло немножко. И каждый слой я буду перемазывать сметаной. Потом отправлять в духовку. Потом еще я немножко добавлю сливочного масла. Потому что это маловастенько будет. Потом в духовочку немножко пропарить. Будет вкуснятина. Пока дожариваются мои сырники, мама уже приехала. Красивее, бля. Всем привет, вот скажи. Всем привет! Получила посылку. Красивее, да? Кедики. Там манюсенькие такие были, а ты красивее. Кедики, видите, какие прикольные? Это кедики на торт. Классно. Так, все, девочки. Маслечко. Немножко сметанки. И в духовочку. Накрываю крышечку на 180 градусов. Не знаю. Минут на 15 ставлю. Девок драка, как всегда, за игрушку. Пока мои сырники в духовке, я вам кое-что расскажу. 22 октября будет ровно год, как я начала снимать влоги, начала себя показывать людям. То есть вам, моим зрителям. Вот. У меня за год набралось 63 подписчика. Спасибо. Это, конечно, маленький результат, но это чего-то стоит. Спасибо вам, что вы у меня есть. Вот. Спасибо, что смотрите мои видео. Дальше будет больше. Я на маму так глянула. Дальше будет больше видео. Может, что-то будет интересное. Так что подписывайтесь, кто смотрит просто так. Смотрю, просмотры есть на некоторых видео больше, чем у меня подписчиков. И никто не подписывается. Ну да ладно. Я дорожу всеми теми, кто у меня есть. Спасибо, что вы на меня подписаны. И спасибо вам за поддержку. Девчонки, я достала уже из духовки. 15-20 минут они у меня были в разогретой духовке. Постояли, пропарились хорошо. И смотрите, они даже в размерах немножко увеличились. Хотя я солнечный добавлял. Вот. Ну что, говорим, как сырники тебе вкусные? Ты же один съела. Сырники очень вкусные. А те, кто любит больше сладости, на полкило, даже на 600 грамм сила, свободно можно ложить две с половиной ложки, то только с верхом сахара будут это. Ну для меня это хорошо, нормально. Значит я буду добавлять или сахар, или сухар. Потому что я сладкоежка. Можно сверху на сметанку? Я что, тараньку люблю, соленое всякое люблю, что сладости люблю. Можно сверху на сметанку посыпать с сахарком. Ну а так, мне на сладость хорошие. На вапши? Ну хорошие, мягенькие. Слава Богу. Классно. Угодило. Да. Не заглядай. Силаистые сырнички. Посыпала еще сверху сахарочком. Вот. Ну сметану посыпала. И кофейок с озвученым молочком. Такие красивые гризантемки. В общем, редактировала только что я видео. Вот. И, ну я буквально сколько я. Полчаса назад я сделала сырники. Или даже меньше, минут 15-20. Вот. И думаю, пока сырники в духовке я отредактирую. Редактирую видео. Когда делюсь девочки, кот залез на стол. Так что вы не обращайте внимания. Если бы я это увидела, то он бы у меня уйдет. Вы знаете куда? Далеко и надолго. Ну я не люблю, когда коты мамы лазят по столам. Это вообще я увидела первый раз. Все равно. Это же чистый кот. Ну чистый домашний, но все равно. Не на кухонное мама скажет людям, что не на кухонное стол. Не на кухонное. Не хватало, чтобы мне уже там по кухне лазали. Тут в столовой едем и кушаем. Вот. Вылез на стол. Мама кажется вообще первый раз я увидела. И я увидела первый раз, что он вылез на стол. Ну да, не лазал. У нас персик тоже не лазал. Ну в общем. Факт остается фактом. Так что, Гриша, тебя засекли на камере. Так что будем наказывать. Потому что я не люблю, чтобы коты мы не лазали по столах. Так что, ребята, сейчас я вам отредактирую. Я быстренько выставлю видео. Покупайте творог, делайте сырники. Очень вкусные. Так что, всем пока-пока. Ждите новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok